Мы считаем и будем считать вас своими братьями. Такими словами начал разговор с украинскими переселенцами глава Чуваши Михаил Игнатьев. Сегодня он побывал в двух чебоксарских гостиницах, где проживают большие группы из Луганской области. Чтобы убедиться, помощь им оказывается в полном объеме и своевременно. Эта группа вынужденных переселенцев приехала в Чебоксары три недели назад. Кто-то уже успел переехать в другой регион, кто-то в районы республики, но большая часть по-прежнему живет в гостинице на Контуре. Вместе с ними здесь обосновались и врачи, и представительство службы занятости, миграционный и социальный служб. Ну да, каждый день у них вопросов очень много бывает. Глава Чуваши в первую очередь поинтересовался, какие проблемы остались нерешенными. Оказалось, все необходимое у гостей есть, но среди тех, кто живет на Контуре, много мам с маленькими детьми, которые на работу не могут выйти и пособия не получают, поскольку не определились со своим статусом. Беженцы ли они, временные ли переселенцы? Михаил Игнатьев поручил решить этот вопрос в каждом конкретном случае. Благотворительные средства будем собирать и адресно решать эту проблему, потому что пока вы не получили полный статус, мы не можем вам по нашему законодательству платить деньги за счет благотворительства. Понятно, что людям, вырванным из привычного окружения, пережившим ужас войны и сейчас живущим в постоянной тревоге за своих близких, трудно войти в нормальный ритм, но мы готовы вам помочь, пообещал глава Чуваши. Мы будем создавать все меры для того, чтобы они чувствовали, как дома. Это наши братья, они приехали к нам. Те, кто приехали из Ростовской области чуть позже, уже практически все определились. Собственно, они и ехали в Чувашию, зная, где будут работать. Республиканская служба занятости проводила в лагере для переселенцев ярмарку вакансий. Сегодня большинство вопросов уже решено. Медосмотры пройдены, дети в школы записаны. Многим удалось найти кров. Его предоставили неравнодушные жители Чувашии. Например, Никите Друзеву и Юлии Пшеничного с детьми досталась пустая квартира в Научебоксарске совершенно бесплатно и на любой срок. То, что здесь действительно готовы помочь, Никита и Юля почувствовали сразу. Учебоксары нас потрясающе встретили, вплоть до того, что у нас обогнала машина, махнули рукой, остановили, сказали, ребята, мы смотрим телевидение, мы за вас переживаем, не сочтите, не обидьтесь. Вот достал 5000 рублей из кошелька и дал нам для детей. Первый же вечер, когда мы приехали. Нас так Чувашия встретила. До слез просто приятно. Настолько благодарна народу вашему за сочувствие. Елена Гальперина, Антон Вовк, Республика.